Ну, Хелена, дочь Роберта Роздественского родила после купания в Ганге. В Ганге проводятся омовения, там не купаются, ну да. Это вообще удивительная река. Это не река в полном понимании, как мы это вообще-то говоря видим и понимаем. Для нас это река. На самом деле, это река проявленная на земле. То есть, лорд Шива, Бог Шива, он принимает на себя, можете себе представить, с высоты, вот где Млечный Путь, падает на его голову, падает поток воды. И он принимает на себя, потому что только Шива, только Бог может выдержать такие перегрузки, будем так говорить. Нормальный человек убьет просто его с такой высоты небесной. Все это дело падает, и они, вот этот поток воды, он в Гималаях берет начало. И есть один из святых городов, почему он святой город, один из шести считается святых городов на земле, его зовут Ришикиш. Вот, я побывал в этом городе, я был в нем даже несколько раз. Один раз я там был 20, там, с чем-то дней, не знаю. А остальные я так проездом проезжал. И вот там берут у истоков, то есть у подножия Гималаях, берет начало река Ганга. И Гангу, в ней люди производят омовение, это не купание. Хотя там есть индусы, они там стирают это все, но вода, она самоощущаемая. И вот, ее категорически не рекомендуется переплывать, потому что там настолько сильное течение, что ни один человек не может переплыть эту реку, считается. И даже, ну, кто-то, какие-то там есть люди, были, точнее, потому что их уже нет. Они пытались ее переплыть, но не могли. То есть, это не рекомендуется. Вот, там происходят удивительные вещи. То есть, вполне возможно, что люди, то есть, они мантры, они действительно верят в эти вещи. И действительно, такое может быть. Но по поводу того, что в наше время все больше и больше случаев, когда женщина не может действительно забеременеть, есть на это очень серьезные причины, обстоятельства. Это идут как по роду, по карме, можете называть, как угодно, так и чисто, конечно, проблемы физиологические сегодня. Время такое, к сожалению, есть. Но вот я могу сказать, что там действительно чудеса, как бы с нашей точки зрения, происходят в Индии. Есть у меня там человек, мой хорошо знакомый человек, к которому я сам очень часто обращаюсь. И к которому обращаются очень и очень многие люди. Помимо, скажем, центра Сангети, меня его знают. Хотя напрямую он буквально есть пару человек в мире, с кем он общается. Ну, как-то так получилось, что я обладаю такими-то качествами. Короче говоря, я с ним общаюсь. Так случайно оказалось. И вот к нему обращались люди именно по этому поводу. Ну, не было детей. И один мой очень и очень хороший знакомый, известный человек в России, он тоже в свое время, вот не получалось у них его жены забеременеть, и они обратились к нему после многих безуспешных попыток. Ну, он провел обряд. И как ни странно, да, опять же, вот тебе и не верь после этого. Все благополучно у них, совершенно потрясающий мальчик. Причем все по законам было сделано. Друзья, все было, вот смотрите, опять же, имеет отношение к астрологии, и прямое причем. Ну, понятно, что и к нумерологии. А обряд заключался в том, что планировался пол ребенка, и планировалось время его появления на свет. То есть, о чем идет речь? Если мы хотим, а дети – это наше все, как говорится, если мы хотим счастья своим детям, своему молодому поколению, мы должны понимать, что мы делаем, когда они рождаются, когда мы их воспроизводим. То есть, тогда люди знали. Веды – это знание. Люди знали. Поэтому все планировалось, и там было стопроцентное попадание. Там не было... И УЗИ никто не делал, извините. Во-первых, это вредная штука. Категорически вредная штука. То есть, люди знали, понимаете? Они знали, когда у них родится ребенок, какого пола он родится, с какими качествами он будет обладать. Так вот, это вот мой знакомый. Они запрограммировали этого ребенка, и он родился в назначенное время, как говорит Марат Башаров, в назначенный час. Ну, я знаю, что это за мальчик. Совершенно потрясающий мальчик. Мой отец себе представит, там это до сих пор все планируется.